Как сплести корзину из газет и журналов? Как из простого теста сделать произведение искусства? Как из подручных средств создать шедевр? Любой материал пригодится, когда работает по-настоящему творческий человек. Выставка работ из необычных материалов весь апрель будет радовать посетителей картинной галереи. Авторы работы – юные славянцы, готовые творить и видящие мир в ярких красках и формах. В дни школьных каникул в конце марта воспитанники Славянского центра развития творчества приняли участие в конкурсе на лучшие творческие работы. На выставке были представлены картины и поделки из теста, вязаные игрушки, техника квилинг и декупаж, оригами, выпиливание лобзиком, лоскутное шитье, плетение из газет и журналов. По итогам конкурса жюри выбрало лучшие работы. Всего 47 произведений были выставлены в Славянской картинной галереи. Ребят сейчас появилось творческих очень много, по сравнению с прошлым годом намного больше. Есть работы, которые действительно выставляются, можно сказать, впервые. Это, пожалуйста, ваза для фруктов, плетение из газет и журналов. Талантам нужно помогать, говорят в картинной галереи. Здесь присматриваются к ребятам, к их творчеству, выставляют их произведения, чтобы люди могли приходить и видеть эти шедевры детского творчества. Ведь многие из ребят умеют делать то, что не каждому взрослому под силу. Посмотреть работы своих сверстников в картинную галерею пришла Елизавета Бедаш. Девочка сама имеет отношение к искусству, занимается рисованием в художественной школе. Но такие работы – это особенное мастерство, говорит Елизавета. Мне очень понравилась выставка, здесь много разнообразных техник. Я хотя этим не увлекаюсь, но тоже мне это как бы понравилось. Может, чем-то я все-таки увлекусь. Мне очень понравились мягкие игрушки, хочу создавать своими руками. Выставка детского творчества «Солнечный лучик» будет проходить в течение всего апреля. Так что у славянцев еще есть время познакомиться с талантом отдаленных детей. Рузана Ефремян, Алена Лавринова, Георгий Калинин. Программа «События». Рузана Ефремян